Видос про фимбойщиков. Давайте посмотрим, что там с фимбойщиками. Ну что вы, доигрались? Дошутились? А вот не надо было, ибо оно проснулось и ждёт нажимы. Видос! О, поляки. А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала мастхэп. Даёт отличный кэшбэк за покупку ноут, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты не выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки, а по кредитке юзай промокод All Games 12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Ещё нет 18? Не беда. Ты можешь оформить молодёжную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезёт её тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании. Про фимбойчиков. Спросите меня, почему я это делаю? Ответ простой. По вашей просьбе. В комментариях под моим видосом про фимбойчику анимишнс я очень часто замечал сообщения о том, чтобы я осветил эту тему фимбойчиков в своём видео. Мольбы услышаны. Сразу говорю, я попытаюсь любыми путями уменьшить... Так, гай, ставьте лайки стриму, чтоб было 1000 лайков. 1000 лайков и я ничего не сделаю. Если будет косарь лайков, я каждому в чате отсосу к сам. Градус кринджа в дан... А, блядь, их уже косарь, чё за хуня. В ролике, но гарантировать ничего не гарантирую. Итак, честно сказать, о фимбойчиках до недавних пор я не... Тогда я был полторы тысячи. Как не был осведомлён, само собой, что-то где-то слышал, но не более того. И я даже себе представить не мог, что эта тема сейчас настолько расфоржена. Ну, в пределах разумного, конечно, но всё равно, ребята... Блин, клиповое мышление быстро пиздит, чтобы я внимание уделял. Раньше такого не было. И когда я начал разбираться и углубляться в эту тему, я понял, почему под видос про анимишнс сыпались такие комментарии. Провёл параллели и выяснил, что всё параллельно. Что анимишнсы, что фимбойчики... А я вот не делаю такие быстрые видео, потому что мне впадло монтаж делать. По сути, одно и то же. Образ подчистую слизан. Ещё и сценарий писать надо. Отличие только в том, что одни женщины, а другие только хотят ими казаться. И у некоторых, прости господи, получается. Фимбойчики, кто... Ебать, я вспомнил, этот дед поцеловал реально фимбоя, там, типа, думал, что это девчонка. Они такие, давайте так, это мужчины. Мужчины, которые относят себя к некой субкультуре. Да, это считается субкультурой, где пацанята всеми возможными путями делают так, чтобы на пацанят не казаться. А это юбочки, чулочки и уют. Вы просто поймите, фимбойчик ты или нет, в любой непонятной ситуации можно всегда зарубиться в Ханкай Стар Рейл. Мне пассать, короче, пошёл. Кто не в курсе, это новая кроссплатформенная космическая фэнтези-рпг от компании Хуэверс. Между прочим, создатели Геншин Пакт. Бесплатная рпгшка, в котором... Говно, кстати. Контент 0. Поэтому самое время залететь в игру. Там в обновлении 1.3 вам расскажут о персонажах и локациях Сяньчоу. Также добавлен новый режим, где... И активировать особый про... Их базовый образ. И то, что я не могу понять, так это то, что во всяких тиктоках или в видосах, когда я искал инфу про фимбойчиков, я не замечал какого-то ярко выраженного хейта в их сторону. Наоборот, местами люди восхищались и мне хотят... Я думаю, что восхищаются фимбоями, потому что многие хотят ими стать. Мне кажется, что вот эта вот херня с фимбоями, она столь принята обществом, потому что она постепенно в это общество заходила. Типа были вот анимешные фимбои в каких-то там аниме типа там Резера, потом Астольфо появился и прочее. А потом это начало немножко переходить в реальность. И внезапно мы осознали то, что многие мужчины хотели бы носить няшную юбочку-чулочки в своих мечтах, но как бы откидывают эту идею постоянно, боясь, что они геи. То есть, хотя на самом деле в этой милости нет ничего плохого. То есть, там, какие-то няшные вещи многие бы хотели, но это как бы обществом презирается, да? То есть, все мы привыкли, типа, ты не мужик, там все дела. Вот, но вот эта вот тема есть, и поэтому мы не можем не восхищаться теми, у кого это получилось. Как бы это странно ни звучало. Я считаю, что да, это с какой-то стороны попытка вернуть себе величие Римской империи. Потому что только тогда мужчины чувствовали себя действительно мужественно в юбках и шли в них на войну. А потом женщины забрали вероломно, вероломно феминизм забрал у нас юбки. И мы были вынуждены ходить в этих узких, отвратительных штанах или постоянно болтающихся брюках, блядь, ужасно. Потому что, как бы, вот женщинам юбки не нужны, у них там ничего нет. А вот мужчинам, во-первых, это избавляло бы нас от потения яиц постоянного уебанского. А во-вторых, когда ты сидишь, вот я даже сейчас сижу, труханы давят, блядь, немножко. Пиздец это бесит. Вот, и мне кажется, что да, это какое-то подсознательное, чисто на уровне инстинктов. Мы хотим носить няшные вещи, а женщины это монополизировали. Поэтому, как бы, да. Хотя, казалось бы, в наших регионах все должно быть вроде как наоборот. Все же толерантными резко не стали. Вот это меня удивило на самом деле. Но если с другой стороны посмотреть, то по факту и не за что предъявлять. Каждый живет так, как хочет. Захотел и стал фимбойчиком. Даже гайды на эту тему есть. Там тебя научат и как правильно краситься, и что одевать, и что жрать, нахуй. Чисто распорядок дня тебе распишут посвящение в фимбойчике. И попадаются ж в натуре прохаванные типы. Прям по ним видно, что знают все тонкости. Не каждая девка так сможет накраситься, как некоторые из этих умельцев. Так потому что, потому что женщина не знает, что нравится мужчинам. Женщина может быть действительно красивой, но она может себе нахуярить такой причесон, что к ней вообще, блядь, даже смотреть на нее страшно становится. Женщины не понимают, что на самом деле нравится мужчинам. Только мужчина может понять, что нравится другому мужчине. Я наоборот считаю, что фимбой на самом деле в каком-то смысле это благо. Возможно, это побудит женщин, которым придется как-то конкурировать, тоже мило одеваться и нормально краситься. Потому что то, что женщины с собой делают, блядь, это просто пиздец. И они считают, что это делает их красивыми. Нихуя. Вы видели, блядь, что они носят? Пиздец. Ну правда, можно и не отличить. Странные причесоны какие-то уебанские. Особенно вот эта вот лесбийская стрижка, как у Ви из киберпанка женского. Только в реальности это выглядит уебищно. Постоянно этот бритый бок, это уже, не знаю, какой-то символ того, что у человека с башкой проблемы. Чить, это читерство наяву, я считаю. Они глаз замыливают профессионально. Прошники даже голос научились подделывать. Ты в их среде как слепой котенок, только на ощупь отличить можно. Но будет уже поздно. Бритый блядь! Вот у кого-то по-любому было, когда бабуля или кто-то другой в детстве. Ой, ты сейчас так на девочку был похож. Или ой, какое лицо у тебя на этой фотографии миловидное. И ты такой скрипя зубами. Спасибо, папка, блядь, за комплименты. Ну, вы всосали посыл. Какая нахуй девочка, я мужик. Но для фимбойчика это было бы действительно комплиментом, бальзамом на душу. Они же стремятся быть женственными. Ебать. Да, истинные фимбойчики имеют девчачье телосложение. Для них важно, чтобы была красивая талия, был виден пупочек без блядской тропинки, тонкая шея и никаких двойных подбородков, сука. Они на специальные диеты садятся ради фигуры. То не хавый, на это... Блядь, выглядело как будто чей-то батя, типа, фимбоем стал. Ты не смотри, это даже не нюхай. Пивка чутка можно. Там в пиве женские гормоны плавают, поэтому две-двушеки... Не, печальная правда в том, что фимбои могут быть милыми, типа, там, до какого-то возраста, а потом, если ты завел отношения с фимбоем, в какой-то момент ты получишь отношения с лысеющим геем, который гормонально свой организм разъебал за молодость. Вот это печально, конечно. Поэтому фимбоем лучше оставаться только, там, в нарисованных картинках. В реальности... Реальность достаточно жестока, дорогие друзья. Пропустить разрешается. И надо понимать, что фимбойчик — это не равно... Они могут по-бабски выглядеть, но не относить себя к ОГБТ-сообществу. И тут у меня слегка когнитивный диссонансик наклевывается, ибо как это так? В сторону мужчин ты, типа, не смотришь, тогда на кого ты рассчитываешь. На женщин? Не знаю, возможно, но зачем... Женщинам, кстати, нравятся фимбои. Многим женщинам не нравятся мужественные мужчины. Им подавай женственных мальчиков. И... Мужчинам тоже подавай женственных мальчиков. Поэтому спрос на фимбоев просто ёбнутый. Ну тогда женщине женщина, тем более фейковая. Я, конечно, может быть, многого не знаю, ваши девчачьи дела не лезут, предпочтения разные бывают, но обычно девушка хочет ощущать себя с парнем как за каменной стеной, а в случае с фимбойчиком я даже не знаю, какую аналогию привести. Так не, это старое понимание, на самом деле. Женщинам нравится всё милое, а фимбои довольно милые. Поэтому многие фимбои натуралы, это нормально. Ладно, ладно, угомонись, я понял. Вот фанатки же BTS откуда-то же берутся, а у них там далеко не мистеры мускулы выступают, поэтому это имеет... Потому что они аккуратные. Типа мужчины грязные, мужло, фу, блядь, от них воняет постоянно. Мужчины грязные, вонючие, брутальные, охуевшие, неряшливые и прочее. А многим женщинам хочется вот такого милого, аккуратного фимбойчика, с которым можно и макияжем поделиться, всякими там лаком для ногтей, одеждой. Место быть. Но главный вопрос... Так что да, так что да, пацаны. Чтобы тёлок соблазнять, нужно стать тёлкой. Который требует ответа. Фимбойчики, это получается трапы или всё-таки нет? Ну, тут спорно. Лично я считаю, что к трапам относятся именно те, кто позиционирует себя как женщина, или уже является женщиной просто с приколом. Фимбойчики же напротив, они считают себя мужчинами. Если чуть что, они готовы огонь развести и мамонта отпиздить. Вот, знатоки, скажите мне, пожалуйста, Крис с канала Мастурбиста, это кто? Сначала да, он был... Он трансгендер, это не фимбой. Дефолтным пациком, любящим мужем и отличным семьянином. Но потом тумблер переключился, и теперь он что, фимбойщик? Или просто... КЗ, короче, поэтому давайте разберём все причины, почему фимбойчики хотят быть фимбойчиками. Первая причина, это очевидно... Ориентейшн. Тут как бы и говорить, нечем, всё предельно ясно. Вторая причина, на мой взгляд, является не такой тривиальной и вполне оправданной. О чём я говорю? Да о том, что женщины забирают себе слишком много халявного внимания, которые достаются им крайне просто. Достаточно одной короткой юбочки. До фимбойчиков это дошло, и они не стали прыгаться против ветра и пошли по пути меньшего сопротивления. Смотрите сами. Много ли вы знаете парней сонлика? Я не одного. А у девок чуть ли не каждая пятая. Парням тоже хочется таких благ, они тоже хотят выставлять свои фоточки за манеси, поэтому вся эта движуха и набирает такие обороты. Правда, я не знаю, успешно ли, но я уже в эти дебри не полезу. Успешно, весьма успешно. Я больше скажу, успешнее, чем многие женщины. Весьма-весьма успешно. Следующая причина, это, так сказать, стать фимбойчиком по приколу. Не на постоянку, а типа фимбойчик на час. В сети сейчас массово рофлят на эту тему, некоторые гигамужики перевоплощаются в горничную и раздают флексы. Нихуя. Это такой гнев, когда женщины тоже не молодеют, как в фимбое. Кстати, да. Ну типа женщин, женщин некуда деваться, а фимбой может переквалифицироваться в гигачадо. Потому что фимбой априори очень хорошо могут следить за питанием, за своим телом, поэтому переквалифицироваться, когда заебало быть фимбоем, они могут. Типа в гигачадо. Ну а вот женщине придется быть женщиной. Девушки просят своих парней сняться якобы в тиктоке, но для этого будь добр, шмотки, соответствующие на пяль. Или когда они специально марафетят своих ухажеров не ради забавы, а ради классов в интернете. При этом натуральность мужика остается натуральностью. Я даже не знаю, стал бы я промышлять такими деяниями, даже если бы меня очень хорошо попросили. Но грешок за мной все равно есть. Помнится, в детстве мы с друзьями еще в самый рассвет в чатру... Ну где тут девушки тоже могут подкачаться, это правда. Леток, по приколу переодевались... Гормоны переколоть на мужские не получится. Блядь, рили? Типа, допустим, ты там фимбой до 22, а потом такой решил, хочу качаться с мужиками, типа там, работать, массу набирать. Типа не получится уже, все. Типа, гг. Ты навсегда будешь с жирной жопой. Из телок, подкладывая подушки в лифон. И вот таким образом ловили на живца. Один даже клюнул. Было забавно. Еще одна причина, почему фимбойщики этим занимаются, Ну тогда да, это пиздец. Блядь, ну вот этот реально сосный парень, серьезно. Типа, я не знаю, тут сложно. Я таких женщин красивых не видел, как этот парень. Это вообще пиздец. Конечно же желание выделиться. Быть не такими, как масса. Но по сути все субкультуры работают по этому принципу, поэтому это дефолт. Что, мужики, признавайтесь, вы бы мне дали, да? Уж чьи уроки! Страшно то, что некоторые становятся фимбойщиками не по своей прихоти. Да, бывает и такое. Из некоторых их буквально взращивают. Например, вы знаете, как выглядят дети красотки Меган Фокс? Нет? А у нее три мальчика, только что-то по ним незаметно. И вот тут за детей становится боязно, ибо они, мать его, как пластилин, с них слепить можно все, что хочешь. В таком возрасте у них нет никакого осознания себя, как личности. Это знаете, этот советский социальный эксперимент, где все дети специ... Если вкалывать женские гормоны, то беды с башкой будут, как минимум. Ну, то есть, ты будешь женщиной, типа. Официально говорили, что черное это белое, а девочка, которая была участницей, за ними повторяла, хотя сама была в курсе, что сказала хуйню. Почему ты так сказал? А потому... Ой, и на... Вот так же и тут. Тебе в детстве скажут носить колготки в садик, ты будешь это делать, а куда деваться? Поэтому тут уже дело в воспитании. Колготки удобные. А не, если тебе привила Меган Фокс люб... Чулочки, блядь, пиздатая тема, мне кажется. Офиг, фембойчикам, то что уже поделать? Будешь фембойчиком, получается? От воспитания на самом деле много чего зависит. Бывает такое, что родители все детство дуют ребенку в жопку, а потом удивляются, что это... Не, мне кажется, что в большом наполнении мира фембойами виновата Польша. Поляки, конечно, блядь, этот вирус распространили, пиздец. В Польше самое большое скопление фембоев. Но хуже всего то, что они все появились из-за Counter-Strike Global Offensive, пиздец. Они все в эту хуйню играют. Каждый фембой, пиздец. И все дело в том, что когда ты говоришь женским голосом в КСке, то на это очень много обращают внимание. Потому что многие пацаны растут с дефицитом внимания. И хочется как бы внимания к себе в восьчатике, поэтому они начинают някать, носить няшную одежду и потом в дискордике с пацанами общаться. С него выросло. Вот, например, мистер Макс. Знаете такого? Ярко выраженный подрастающий фембойчик. Грис и спарс. Вот эти манеры. Откуда? Поляки решили отомстить за все, что происходило в 20 веке. Они распространили фембоев по всему миру. Теперь бедные немецкие мужчины не могут отличить женщину от пацана. И не понимают, геи они или нет, если поебались с фембоем. Пиздец. Неоткуда, я сам делаю. Откуда такие манеры? Мать, ты прикалываешься! Вы прошли свои видосы, посмотрите. Там батя манерничает, еще пахляще сына. Если хотели, чтобы такого не было, то воспитывать надо было примерно так. Максим, на. Я тебя куда оказал? Но опять же, я никого не осуждаю. Это выбор каждого. Серьезную делюгу под конец, конечно, поднял. Вы там расслабьтесь, я на фембойчиков, если что, не презентую. Давайте лучше наберем под этим видосом 40 тысяч лайков. И я сделаю видос про тамбойчиков. Это типа как фембойчики, только наоборот у женщин. Пацанки, одним словом. И получается, я свое слово сдержал и вашу просьбу выполнил. Видос по фембойчикам сделал. Не каждый фембой игрок CSGO, но каждый игрок CSGO фембой. Поэтому, пожалуйста, в телегу мою подписывайтесь, я многого не прошу. Всем, кто поддерживает меня на бусте, как всегда, респект. Ну и смотрите мои другие видео. А я... Пойду подышу. Блять, ебаный фонг в конце. Не, респект, респект. Хороший видос, мне понравился. Правда, слишком натуральский какой-то. С точки зрения натурала.